Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили, и сегодня мы с вами будем кушать роллы. Это самые любимые роллы. Я просто взяла то, что я обожаю, особенно я люблю вот эти вот с креветкой. Это просто нечто. Взяла воду с лимоном, здесь у нас темпури, шапочка, в общем, все, что я люблю, 25 или 26 штук. Я думаю, что я все с легкостью съем. И давайте начнем. Обычно, я говорю, я точно не съем, и в конце съедаю, в этот раз наоборот получится. Даже не знаю, с чего начать. Давайте вот с этих. Как я скучала по роллам, это прям нечто. Макаем в соус. Сойвый соус просто обожаю. Просто любовь. Ребята, это так вкусно. Это просто обалдеть. Я решила немножко поменять обстановку. Обычно я последние, наверное, 5 видео с роллами снимаем в той комнате. Поставила коробку, все это разместила на коробку. А сейчас я решила вот на круглую такую подставку под торт. Вода с лимоном. Неотъемлемая часть моей жизни. Уже не хочется даже каких-то газировок, каких-то, не знаю, соков. Еще у меня такая прическа. Как вам? Мне очень нравится. Но мама говорит, что это перебор, это слишком. Я похожа на барашку. Но не беда. Самое главное, мне нравится. Я уверена, что вам тоже понравится. Потому что я в инстасторис вам показала. Все были в восторге. Это нечто. Здесь еще такие с крабовой палочкой. Огурчик, сыр и крабовая палочка. Заляпалась. Читала ваши вопросы, и один мне очень сильно понравился. Айка, что бы ты выбрала? Быстрая и безболезненная смерть в молодости или мучительная в старости? Я, наверное, отношусь к тем людям, которые просто обожают эту жизнь. Я стараюсь никогда не рисковать. Не подвергать свою жизнь каким-то риском. Я очень люблю эту жизнь. Я очень хочу дожить до старости. Неважно, буду болеть я или не буду. Я не знаю, что после смерти. Поэтому я максимально не понимаю самоубийц. У нас была девочка в классе. Вроде такая жизнерадостная, но у нее были моменты, когда она впадала в жесткую депрессию. И вот когда она в депрессии, она просто начинала родителей шантажировать, что вот, я покончу с собой. И в конце она так и сделала. Я считаю, что такие люди, это просто слабые люди. Оборачивайтесь и смотрите на людей вокруг. По-любому есть люди, которым хуже, чем вам. Я бы выбрала длинную жизнь. И пусть даже в старости я буду мучиться. И буду очень сложно умирать. Я бы не хотела умереть в молодости. Потому что жизнь, она прекрасна. Еда, мы кайфуем, живем. Люди понимают, что они теряют, только в тот момент, когда они уже это потеряли. И это просто человеческий фактор. Раньше мы не ценили то, что мы просто можем выйти на улицу, гулять, радоваться жизни. Мы думали, это мелочь. Сейчас сидим дома, в четырех стенах. И понимаем, что как круто было, когда мы могли выходить на улицу. Очень вкусные роллы в этот раз. Еще они идеально аккуратные. Просто прелесть. Оборачиваясь назад, я сейчас думаю, как я могла себе позволить не любить роллы, ребята. Как я могла не уметь брать их палочками. Да я даже сейчас бусинки могу палочками. Я помню, один раз мы заказали на работе роллы, а я ем много. Мы взяли большой сет, скинулись на определенную сумму. Получается, что все заплатили одинаково. А я то ем больше. Взяли большой сет, 95 штук. И получается, что все поели, наелись, а я как бы свою часть съела, но не наелась. Сижу такая, думаю, блин, взять или не взять. Потом как-то неудобно стало. Вот, может быть, человек хочет домой унести или просто оставить свою часть и поесть, например, через час, через полтора. Я как котенок просто облизывалась, ходила, смотря. И стыдно сказать, что если ты не ешь, можно и я съем. В результате они постояли-постояли. Там чуть-чуть поели, все остальное осталось и, по-моему, даже выбросили. Вот, ну, мне максимально неудобно вот отбирать у людей. Многие вот пишут мне в комментариях, не знаю, в Инстаграме мне часто пишут, что Айка с таким аппетитом, бедный, наверное, твой парень, бедные твои родственники. Я в обществе много не ем, так что не надо меня за это ругать. Вчерашнее видео, где два гамбургера и пицца. Я села, я согласна, это многовато, но пицца-то была малюсенькая. Вы в Инстаграме моем видели? Я показывала там просто пицца с ладошку. Просто не съесть, это грех. Ну, бургер, я согласна, да, они крупноватые были. Но пицца, это не пицца была. Так что, как-то так. С креветкой бомба. Как-то месяц назад я взяла креветки. На них было написано, что они уже отваренные. И начала их есть. Очень дорогие креветки. Стоили почти 3000 за килограмм. Огромные. И внутри них была такая жилка, как будто какашки, извиняюсь. И я даже не смогла съесть. Это надо было чистить, наверное, вручную. Но у меня как-то резко такое отвращение было. Я решила не есть, забила как-то, думаю, ладно. Пофиг. Знаете, что делает мой парень, когда хочет взять мой телефон? Он просто берет и подносит к моему лицу. А у меня там Face ID. Например, он говорит, скажи пароль. Я говорю, не скажу. Он берет мой телефон и вот так вот преподносит к моему лицу. И все. Капут Айки. Следующий вопрос. Айка, хотела бы ли ты завести себе домашнее животное? У меня был котенок. У меня никогда не было собаки. Хотя у меня брата была собака. Но все-таки животное это большая ответственность. Это не значит, что сегодня я захотела животное, а завтра я решила его бросить и выбросила на улицу. Нужно понимать, что это ответственность. И пока что я не могу себе позволить эту ответственность, потому что во-первых, бабушка. Она ненавидит кошек. Я не знаю, почему. Она собак любит, а кошек прям терпеть не может. У нее как будто какая-то психологическая аллергия. Она может просто взять и пнуть кошку. Потому что ненавидит. Я говорю, почему ты так делаешь? Она говорит, что это грязное животное. Если я заведу кота или собаку дома, то сразу начнутся претензии со стороны бабушки. Мама тоже как бы не в восторге, не хочет. Она любит кошек, но как бы дома не хочет. Вот. Поэтому пока я живу с родителями, я не могу себе это позволить. Но дай бог, если я буду жить отдельно, когда я буду жить отдельно, я обязательно заведу. у меня был котенок. Ее звали Бусинка. И она всегда вот приходила вот здесь у меня спала. Я тогда просто была ребенком. И меня это очень забавляло. Но потом как-то у нас родственница сказал, что это не гигиенично, что завтра у ребенка могут быть проблемы. Говорила родители. И родители начали каждый вечер выводить котенка в коридор. Мы жили в частном доме. А в этом коридоре не то чтобы коридор, это была прихожая такая, в общем Бусинка ночевала в коридоре. И там был бачок с ледяной просто водой. И так получилось, что она хотела перепрыгнуть на этот бачок. и потом в форточку дома залезть ко мне в комнату. Так получилось, что оказывается крышка бачка не была надежно закрыта. Мой котенок упал в ледяную воду и все ночь пытался выбраться и умер. Мне реально настолько было обидно, настолько было больно. У меня было такое ощущение, что я потеряла не просто кота, а, не знаю, сестру. после этого я реально боюсь привязываться к животному. для меня это была не просто смерть домашнего животного. Извиняюсь за звуки, эта стиральная машина там сушит. Если вы будете смотреть мой влог, вы увидите, что я там мою, так скажем, стираю. Вот, поэтому, когда ты заводишь животного, ты должна понимать, что когда-нибудь ты увидишь его смерть. А это очень больно и неприятно. Я на самом деле не понимаю, как можно жить в квартире, например, с тремя или с четырьмя большими собаками. Я не знаю, реально. Просто аплодисменты таким людям. Если среди моих подписчиков, моих зрителей есть люди, у которых больше трех собак, напишите, пожалуйста, в комментариях, сложно ли вам. Потому что, на мой взгляд, это везде волосы, это сложно все убирать, нужно посвящать, не знаю, каждый день несколько часов прогулки. В общем, сложно это все. вкусно, быть еще. У меня прям соус заканчивается. С креветкой это нечто. Взяла, казалось бы, огромный бокал. Два бокала взяла тогда. Все равно допиваю до конца. Вот интересный вопрос. У вас в роду есть азербайджанцы или вы все лесгины? У нас прям все лесгины. С маминой стороны точно. И вообще всегда у нас, когда заключают брак, так скажем, старались всегда жениться именно на своей национальности. Вот. Но мой парень, он не лесгин. так так что я, видимо, испорчу эту традицию. Роллы достаточно сытные. Прям макаю немножко. Здесь ролл сильно прям искупнулся в своем соусе. Мне уже не нравится. макияж. Макияж. Смотрите продолжение в следующей части. Но я бы, наверное, не смогла связать свою жизнь с человеком совершенно другой расы. Я не расистка ни в коем случае, ребят, но просто мне, как бы, мне кажется, я думаю, что мне было бы сложно. Например, я бы могла выйти замуж за русского, да, но, например, за китайца я бы не смогла. Потому что все-таки у них взгляды на жизнь, не знаю, понятия. Короче, все у них разное. Украина, Казахстан, Россия, мы, мы более-менее мыслим почти одинаково. Ну, например, индусы или арабы. Арабы вообще, то, что для нас норма, для них ненормально. И наоборот. Осталось всего два ролла. Что я могу сказать, ребята? Это лучшие роллы в моей жизни. Здесь у меня салфеточки, но они почти не пригодились. Потому что они залетают просто в рот сами. Ваше здоровье. На этом все, мои хорошие. Не могу сказать, что я прям нажралась, прям наелась. Еще бы пять штук. Вот тогда вот было бы обалдеть. Очень вкусно. Всем желаю приятного аппетита. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой инстаграм, если вы хотите быть уведомленных о моих новых видео. Я там устраиваю всякие опросы. Что снять, как снять, когда. На этом все. Всем пока.